А помогать с ним будут судить сегодняшний матч с орбитой, представляющей регион пострадавшей от этой самой катастрофы. Лилиан Тюрам, сборная Франции Ювентус, ну а вам просто голландец. Посмотрим сейчас атакой сборной мира. Роналд Диньо играет налево, там по-моему КК 22 номер. Пасперёк штрафной есть. КК в центре поля. Другие матчи, которые можно посмотреть на НТВ+. Сказать, сегодня в южноафриканском городе Дурбан, Кордоба, выбирается из-под прессинга. Борьбу проигрывает Роналд Диньо, футболист сборной Европы. И Кафу по правому флангу набирает скорость. Роналд Диньо. С Дэкмани, с КК, извините, играют. Чуть бы он не сказал, не стал склонять фамилию. Роналд. Сыграл СКК. Преобладают бразильцы. Настоящие и бывшие. Кафу. Собственно, Таиме-то одно и то же. КК придумал что-то особенно хитрое. Третья спортивный директор Барселоны, кстати. Кстати, ничего плохого я лично не вижу. Все-таки это придает какой-то определенный спортивный тайм. КК. Пас у Таиме опасный. Это О, Егор. Пожалуй, был ракурс. А вот здесь КК. Шведой пас на СМЛ. Это О. Защитники не успели сомкнуться. Это были... Ну, 13 номер. У меня написано Себастьян Дайслер. Но, видимо, это все-таки не он. Ах, нет, это Себастьян Дайслер действительно был на месте центрального защитника. Вот как интересно. А весь Вивентус. Представляете, какое значение тогда имели матчи сборных мира и Европы? Они проводились один-два раза в город на мир. Причем, что интересно, Гарри Линеке играл за сборную мира. Он тогда успел за Барселону. Ронал Диньо. С мячом через сборную Европы почти ничего не получается. КК. Сегодня, конечно, эти матчи больше себе не напоминают такой гарнир-блок отрасы мирный. Но, тем не менее, вот, пожалуйста, момент. Касилья сыграет здорово. И Ронал Диньо сам из-под себя забивает второй гол ворота сборной. И не хочется. Диньо, пас изобретательный был. Но он отлиген. И сверывался в штрафную. По-моему, это был Наката. Да, Наката. А пас сделал Деку. На как у Накаты четвертый номер сборной Европы. Как и Каладзе пытался не производить этот прорыв. Но что поделать. Два-ноль. Два-ноль мир ведет. Это же интересно. Это Шигра. Хочется не побеждать. Еще одна так из сборной мира. Кака. Каладзе отлично знает все его уловки. Пошел бы он другой край. Играет уверенный контратак. Ну и на самом деле, правда, приходит от обороны Катаки гораздо лучше получается у сборной мира. Наверное, потому что там есть Сирнадзе. Какава ходит к воротам. Самуэль Ато. Ну теперь уже, ну что, будете промахиваться, ребят? Христо Стоечков, тогда же не игрок этой команды, Барселона, как-то раз позвали. Так вот. После тренировки, когда все... Любимую точку Стоечкова. И сказал ему, давай бить кто лучше. Только ты не научил его, не отучил его давать Зазнайские интервью, но оставаться ее кухней. Или, если они выносятся на показ, должны разрешаться как-то красиво, как-то играть. Роналди и Ньо. Вот оно ускорение-то. Знаменитое. Кака. А в Европе, когда приехал Хидетоши Нака, это первый, по сути, японец. В Европе, ну, конечно, был еще, помните, в Бердере. В 80-е годы японец Акудера. И перед матчем тоже. Это были реально с разными логотипами просто. На фирменных кутках компании. Берсонг впереди. Здорово сыграно. Это вот сольный проход четвертого номера сборной мира Рафа Маркеса. На линии штрафной, как оберт сходаться, пожалуй, лучшие сегодня защиты. Я бы даже сказал так, единственные настоящие защиты в сборной Европы сегодня. Ну, в общем, в этом смысле резерв у сборной Европы. Я бы сказал, поглушить. И там есть и Дзола. А когда вы еще идите, Жан-Франку Дзола, если вы не смотрите, конечно, на ТВ+. И трансляции с матчей Кальгер. В Борисе великий. Без оговорок великий. В Борисе великий. Это ювентийца. Деако. Трое миланцев друг против друга. Тоже, кстати говоря, в 17 лет девистион на 4 года старше этого. Свисток об окончании первого тайма. Давайте просимся с командами в этих составах.